Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Всего 5 новых случаев заражения за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Проинспектировали строительство. Глава администрации комиссионно провел ход работ на ключевых объектах. На страже безопасности дорожного движения. 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Антирекорд по количеству зараженных за сутки вновь побили США. Цифра 52 тысячи заставила вновь заговорить о механизмах сдерживания эпидемии. Иначе она приобретет катастрофические масштабы. Пока весь мир живет в преддверии второй волны COVID-19, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о победе в стране над коронавирусом. Он считает, что система здравоохранения справилась с эпидемией. А государству показало политическое здравомыслие и народную мудрость. В Беларуси выявлено около 62,5 тысяч случаев заражения. Из-за коронавируса умерло 405 пациентов. В России после коронавируса полностью выздоровели более 437 тысяч пациентов. Всего в нашей стране было зафиксировано почти 668 тысяч случаев заражения. За весь период пандемии умерли от COVID-19 9800 россиян. В Нижегородской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. За минувшие сутки в регионе подтверждено 229 случаев заражения. Общее число заболевших превысило отметку 18100. Среди заболевших нижегородцев 74% это лица от 18 до 65 лет. Болезнь их протекает бессимптомно либо в легкой форме. У пожилых людей чаще отмечается тяжелое течение заболевания, так как они в большинстве случаев страдают хроническими заболеваниями органов дыхания, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего на коронавирус протестировали более 409 тысяч жителей региона. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,5%. В Сарове за минувшие сутки зафиксировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в нашем городе зарегистрировано 565 случаев заражения. 263 человека выздоровели. 302 соровчанина продолжают болеть. В инфекционном отделении клинической больницы номер 50 лечится 32 человека. У 16 из них болезнь протекает в средне-тяжелой форме. 7 горожан госпитализированы в клинике Нижнего Новгорода. Три пациента из Приволжского окружного медицинского центра находятся в тяжелом состоянии. На карантине под наблюдением остается 228 человек. За сутки на наличие коронавируса было протестировано более 350 соровчан. 3 июля в России стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Его проводят уже более 10 лет. Но до сих пор не утихает спор о том, насколько объективна такая система оценки знаний. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом. Считают ли они ЕГЭ оптимальной формой проверки знаний? Подавляющее большинство участников опроса ответили отрицательно. Лишь 5% респондентов считают, что формат ЕГЭ имеет свои положительные моменты. 3% соровчан не интересуются темой сдачи школьных экзаменов. Участки земли для многодетных, реконструкция очистных сооружений и строительство второй очереди лыжной базы. Глава администрации проверил ход работ на этих объектах и рассказал представителям городских СМИ о финансировании и сроках сдачи объектов. Подробности далее. Полным ходом идет строительство второй очереди на лыжной базе. Кордодром, памп-трек, площадка для выгула собак. Обновленный объект должен стать местом многофункционального активного отдыха соровчан. Все зоны строители планируют расположить на небольшом расстоянии, чтобы спортсмены и пешеходы не мешали друг другу. Оградить лыжероллерную трассу, потому что спортсмены идут с очень большой скоростью, чтобы исключить возможные наезды лыжников на пешеходов. И недавно Татьяна Вавилкина направила на мое имя предложение, чтобы на этом травяном спуске сделать типа пандуса сверху вниз, чтобы можно было ходить и в скользкую погоду. Стоимость проекта – 38 миллионов рублей. Все работы должны завершить к октябрю этого года. В рамках нацпроекта «Чистая вода» и туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» начали реконструкцию очистных сооружений. На это из федерального бюджета выделили 20 миллионов рублей. Рабочие уже приступили к строительству зданий механического обезвоживания осадка. Демонтирована система вентиляции, система теплосети демонтирована. Выполнена работа по устройству козлована, сделаны песчаные основания, выполнена бетонная подготовка, сделана гидроизоляция. Ну и сейчас мы видим, значит, идет устройство опалубки и идет расклад арматуры. Будет выполнена монолитная плита. После монолитной плиты будет выполнен каркас и монтаж панелей. После строительства здания оснастят специальным оборудованием. Как пояснил руководитель Горводоканала, необходимо решить проблему избыточного ила, который генерируется в процессе очистки воды. Применяя современные технологии, его с легкостью можно использовать как вторичный ресурс. После меха обезвоживания будет проходить компостирование осадка, будет создаваться компостная масса с помощью и реакента, и опилок. Смешивается и пойдет в дальнейшую технологию. Технологическая цепочка. Это только первый этап. Вся технологическая цепочка будет завершена после полной реконструкции полигона и иловых карт. Проект сейчас находится на экологической экспертизе. По словам чиновников, обновление никак не повлияет на тарифы ЖКХ. В Яблоневом саду продолжается подготовка 72 участков для многодетных семей. На сегодняшний день заведены все коммуникации. Электричество, водопроводы, канализация, газ. И, кроме того, еще подготовлены все необходимые работы под дорожную инфраструктуру. Пока у нас есть задержки с финансированиями из областного бюджета по дорожной инфраструктуре. С этим мы работаем. Жеребьевка пройдет с 1 по 31 августа. На земле по 7-8 соток владельцы смогут возвести собственное жилье с учетом требований по площади и этажности. Также в микрорайоне планируют построить детский сад на 90 человек. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. Об этом сообщается на сайте Кремля, в их числе и столице Привозского региона Нижний Новгород. Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается тем населенным пунктам, жители которых проявили массовый трудовой героизм и внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. В «Городах трудовой доблести» будут установлены стелы с изображением городского герба и текстом указа о присвоении почетного звания. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 6 июля обратиться в налоговую инспекцию можно будет без предварительной записи. Об этом сообщается на официальном сайте ФНС России. Операционные залы территориальных налоговых органов будут работать с понедельника по пятницу. Исключение составляет только налоговая инспекция, на территории которых введен карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавируса. При посещении инспекции необходимо в обязательном порядке иметь при себе средства индивидуальной защиты. До 1 июля банки должны были завершить перевод пенсионеров и получателей иных социальных выплат из Пенсионного фонда России на карты МИР. В апреле, учитывая режим самоизоляции, Банк России решил до 1 октября не наказывать банки, если окажется, что кому-то из своих клиентов они продолжают перечислять пенсии на карты международных платежных систем. Поэтому те, кто еще не получил карты МИР, смогут пользоваться старыми картами ВИЗа и Мастеркард еще 3 месяца, при условии, что срок их действия не истек. С 1 октября правительство проиндексирует на 3% денежное удовольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Повышение выплат коснется тех, кто проходит военную службу по призыву и контрактников, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и ряда других. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздников ГИБДД начинается с раннего утра. 5.45 – прибытие личного состава, получение табельного оружия, в 7.00 – развод, затем в патрульный экипаж и на службу. Сегодня утро саровских гаишников началось с поздравлений. 3 июля они отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить всех с праздником, удачи, здоровья, семейного получения. В Саровском ГИБДД работает около 50 человек. На торжественном собрании 25 сотрудникам вручили благодарственные письма. Среди награжденных майор полиции Татьяна Лыдкова. Больше 15 лет она несет службу в полиции. В ее работу входят регистрации административных протоколов, выдача водительских удостоверений. Мы находимся 24 часа на работе, действительно, потому что нарушений бывает очень много и в праздники, и не в праздники. Сегодня я получила для себя первый раз почетную грамоту от нашего руководителя, начальника ОВД Чернышева Андрея Анатольевича. Для меня это двойной праздник, потому что почетная грамота, она заносится в личные дела, очень приятно. Сотрудники полиции несут службу в любую погоду – в мороз, дождь, жару. Для них долг службы превыше всего. Они строго следят за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. Редакция нашего канала поздравляет всех сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Желаем легкой службы, и пусть на жизненном пути не будет нарушителей, преград и прочих неприятностей. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Обережные, игровые и обрядовые. В Музее народной игрушки открылась новая выставка «Мудрость и тепло народной куклы». В экспозиции представлена работа начинающих рукодельниц и опытных мастеров. На витринах выставлены более 80 различных кукол. Подробности смотрите в следующем репортаже. Со времен Древней Руси кукла сопровождала человека на протяжении всей жизни. Фигурки из травы, ткани, дерева или лыка использовались в обрядах, служили оберегом, выполняли бытовую и воспитательную функции. В куклы играли и мальчики, и девочки, разыгрывая и свадебные обряды, и масленичные гуляния. То есть быт до определенного возраста. Это позволяло им органично войти в мир взрослой жизни. Потом игры заканчивались, и начиналась непосредственно уже работа, помощь родителям, помощь старшим. На выставке «Мудрость и тепло народной куклы» представлено более 80 экспонатов начинающих и именитых мастеров. Детские изделия. Их собирали все 10 лет существования музея. Они наглядно показывают процесс развития русской игрушки и ее практическую значимость. Куклы делятся на обрядовые, игровые и обережные. Не утихают споры о том, как должны выглядеть последние. Поэтому каждый экспонат изготовлен по авторскому замыслу. Обрядовыми куклами более все конкретно. Это наши масленицы, куватки, калятки. То есть те праздники, которые сохранились до нашего времени. И они сопровождаются определенными обрядами с использованием определенных кукол. Кукла на ложке, кукла на веретене, зайчик на пальчик. Это куклы игровые, назначение которых было занять ребенка. Сделать какой-то акцент, то есть отвлечь малыша. Или привлечь наоборот внимание к процессу создания. Люди изготавливали фигурки для хорошего урожая, удачного замужества, здоровья детей. С помощью куклы-хороводницы девушки учились работать с веретеном. С помощью крупенички готовить. С присказкой по ножке насыпаешь крупеничку, по шейку водичку, по головке кашки. То есть получается так, что эту куклу сообразно мерный стаканчик, мерная линейка. И действительно, если по краю горшка насыпаешь крупы, заливаешь водой, то она не убегает в печи. Подробнее познакомиться с выставкой и исконно русскими традициями можно в музее народной игрушки. Для посещения необходимо заранее записаться по телефону 6 64 94. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Алиса в стране чудес называют одним из самых загадочных и мистических произведений. На протяжении 155 лет эта сказка привлекает внимание читателей, сценаристов и иллюстраторов. Изобразить обитателей страны чудес пробовал даже Сальвадор Дали. Первое издание книги Льюиса Кэрла увидело свет 4 июля 1885 года. С тех пор сказка о приключениях девочки в волшебной стране пережила не одно издание. Ну что это ты несешь? Ты в своем уме? Не знаю. Должно быть в чужом. За свою полувековую историю сказка Алиса в стране чудес легла в основу многочисленных мультфильмов, художественных лент и театральных постановок. И каждый раз художники придумывают новые образы для сказочных героев. Впервые книга Льюиса Кэррла о приключениях маленькой девочки увидела свет 4 июля 1865 года. Первым иллюстратором Алисы в стране чудес выступил сам автор. Он создал 37 рисунков к своей рукописи, которые отправил как раз прототипу своей героини Алисе. Но так как он не был профессиональным художником, то для первого издания Алису и обитателей страны чудес нарисовал Джон Тенниел. Именно он изобразил героиню с белокурыми волосами. У прототипа персонажа волосы были черные. В музее книги библиотеки имени Маяковского есть современные издания с его иллюстрациями. Многие художники брались визуализировать этот образ, образы персонажей Алисы в стране чудес. Среди них были Туви Янсен и Сальвадор Дали. Знаменитая эта книга и своими переводами, так как каждый писатель привносил в произведение что-то свое. На русском языке «Алиса в стране чудес» есть в переводе Владимира Набокова Бориса Захадера. Но академичным признают перевод Нины Демуровой. Читатели всего мира до сих пор спорят о стиле этого произведения. Что это, философская притча или сказка для детей? Но и те, и другие мечтают оказаться в стране чудес. Это невозможно. Возможно, если поверишь в это. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...